Последний тип частиц, который мы с вами еще не рассмотрели, это анимтрейлы. Что такое анимтрейлы? Анимтрейлы это определенный партикл-систем, который может следовать за скелетной анимацией. То есть нам в этом уроке потребуется какой-то скелет. Давайте я сделаю тут add future or content pack. То есть add new и там вверху в экран не попало, но там это и есть. Мы с вами это все уже проходили. И я, соответственно, возьму first person и сделаю add to project. Все, после этого у меня появилась папка mannequin, animation. Ну и, собственно, наш вот этот, например, давайте анимацию возьмем. Вот такая вот анимация есть. Я хочу, чтобы анимация также управляла еще и частицами. То есть, допустим, какой-то там слеза нами оставался и так далее. Как это все можно будет сделать. Давайте я сейчас поставлю game mode. First person game mode. Запущу. Вот. Сейчас пока что мы видим, ничего еще нет. Для того, чтобы что-то было, нам нужно для начала создать этот партикл-систем. Значит, берем P. Ну и назовем его anim trail. Так, перетаскиваем сюда. Указываем здесь тип данных. Это anim trail data. Все. Теперь, значит, мы должны указать материал. Давайте покажем с вами, укажем example для начала. В качестве спауна, в принципе, оставим 20. Ну, lifetime тоже пусть остается на единичке. Я думаю, что тоже нам пока что пойдет. Так, initial size. В принципе, тут ничего особо как бы важно. Color over life. Пожалуй, я что-нибудь подредактирую. Хотя бы сделаю просто какой-то фиксированный цвет. Ну, пусть это будет 50-10. Какой-то вот такой синий-зеленый оттенок. Вот. Ну, альфу так сами оставляем. Ну, и в целом все. Тут пока что никак это нельзя увидеть. Почему? Потому что это anim trail data. Для того, чтобы anim trail data вообще заработал, нам нужно подключить его к какой-то скелетной анимации. Для этого идем в нашу анимацию. Открываем вот этот вот run. Например, я буду для него делать. Но я хочу сделать так, чтобы у нас вот это вот как бы частицы появлялись в зависимости от движения вот этой вот кости. Даже не от этой, а от этой, пожалуй, я сделал. То есть вот, чтобы от этой кости anim trail data начальная точка. Ну, и, соответственно, конечная точка будет там, допустим, какое-то плечо. У нас получится вот такая вот линия, которая, разумеется, двигается во время анимации. Потому что у нас кости местами меняются. У нас с вами получится вот множество-множество-множество лучей. И вдоль этих лучей как раз и будет проявляться наш с вами particle system. Значит, давайте мы с вами сейчас возьмем notify. И у notify есть такая вещь, как add notify, notify state и trail. Вот этот trail как раз здесь у нас с вами будет задавать нашу particle system. Давайте мы его быстренько найдем. Вот он. И он требует указать начальную, начальный сокет, либо кость, либо и конечную. Соответственно, мы с вами условили, что у нас начальная кость будет footr, вот, а конечная upperarmr, например. Так, возвращаемся в настройки трейла. Ну, и, собственно, указываем footr, вот, ну и upperarmr, вот он. Все это мы сами указали. Тоже нам самое нужно сделать и для левой части персонажа. Для этого я создам еще один trail. Здесь также я возьму trail. И вот здесь указываю кость. Получается, у нас зеркальный footr, вот, вот эта кость на ноге. Вот, и, соответственно, upperarmr тоже l. Поскольку я хочу, чтобы у нас particle system двигались на протяжении вообще всей анимации, поэтому я просто вот эти вот notify растягиваю на максимум. Так, давайте запустим. И, собственно, вот у нас данная конструкция, видите, уже появилась, уже как-то работает. Единственное, что я вот думаю, что надо бы нам, наверное, останавливать вот эти вот линии пораньше. То есть, давайте мы с вами в color over life поставим альфу, чтобы она у нас стала нулем уже на 0.5. Чтобы уже обнулилась. Я думаю, так будет, потому что чуть-чуть будет получше. Ну да, вот уже раньше. Так, еще такой, видите, моментик. Сейчас я посмотрю footr, fulll. А, тут я забыл поставить анимтрейл. Вот, то есть с двух сторон. Так. Вот, покажись, пошло. Вот, r, видите, с двух сторон. Вот, но при этом... Хотя, вроде нормально. Вот, я просто тут каким-то странным образом, если честно, она работает. Ну, в том плане, что вот здесь она должна, по идее, вот как-то пропадать. Давайте сейчас попробую это сделать. Значит, materials, m.example. В принципе, все банально. Тут особо даже менять нечего. Вот, давайте сейчас мы уберем, во-первых, velocity. Нам совершенно велось сейчас ни к чему. Так, вот, уже лучше, уже лучше. Ну и вот, вроде почему-то на работу. Я почему обратил на это внимание, потому что у нас, видите, two side не стоит, но при этом мы с вами, в общем-то, видим с двух сторон почему-то. Меня тут удивило немножечко, то есть, каким образом. Сейчас, вроде, что-то изменилось, да? То есть, первое, видите, постоянное, как раз то, что я и хотел. Именно постоянный такой эффект. То, что мы стоим на месте, а эта цена на нас тоже стоит на месте. Если мы в реальности будем двигаться, а эта штука тоже будет двигаться. То есть, это примерно вот так будет работать. Сейчас запускаем. И вот, да, видим. Вот, как раз такой эффект я и хотел. Вот, просто... Давайте я сейчас еще раз уберу галочку two side, видят, чтобы она с двух сторон не рендерилась. Мы эту галочку проходили с вами, когда материалы изучали. Мне хочется посмотреть именно, вот как это вот тут выглядит. А, вот, видим, да, пропадает. Потому что из двух сторон рендерится. Видите, сейчас уже все не рендерится. Вот, как раз вот эта галочка не нужна. Почему-то во viewport это тяжело, это было, вот ошибку. Заметьте и сказать, вот, смотрите, вот ошибка, вот поэтому нужно сделать вот так вот. Но я знаю, что это так неправильно делает. Вот, теперь, видите, все нормально. Каких сторон не смотри, везде с своих сторон будет видеть. Видит, это вот шлейф бега. Вот, в принципе, я думаю, что можно даже чуть понастраивать тут еще. Это может, конечно, долго залипать. Допустим, сделаю 20 и 5. Также я хотел бы тогда, наверное, не 0,5, а 0,2 поставить, чтобы она очень быстро исчезала. Ну, как-то я не знаю. Сможет поиграться, побегать. В принципе, вещи с вами полезные. Например, если ваш персонаж там атакует мечом, вы можете такой, как бы, воздушный прям такой шлейф оставлять, да, чтобы как бы, как будто вы воздух рассекаете, да. Такой эффект часто в играх встречается. Как раз делать тоже с помощью аниме 3. То есть, простейший совершенно Particle System. Дальше на анимацию удара просто добавляете вот этот вот Particle System и делаете, соответственно, там две точки. Начало и конец. То есть, начало у вас будет, там, например, в руке, я не знаю, там, или где-нибудь там, в начале лезвия, вот, а конец, это будет, это конец лезвия. Вот, и у вас будет такой, как бы, взмах создаваться и появляться. При этом, конечно, вам там не нужно будет уже длительное время жизни частиц, значит, там, буквально какие-то там доли секунды. Значит, просто это lifetime на секунду. Ну, дайте поставим одну десятую. Да, она будет прям вообще сразу исчезать. Да, то есть, ну, какие-то, видите, такие вот взмахи, они будут прям идти следовать, вот, прям за мечом. Так вот, раз, махнули, и у вас не будет очень быстро появляться и исчезать. Вот, то есть, такой эффект тоже можно делать. Вот, ну, мы хотели сделать пока что вот так вот. Вот, что касается аним-трейла, в принципе, вещь не самая сложная, в том плане, что тут настройка, на самом-то деле, в Particle System достаточно элементарная. Чуть послаждее, не то, что чуть послаждее, даже, на самом деле, ничего сложного нет. То есть, указали на TFI, добавили трейлы, указали Particle System, и, главное, указали, откуда и докуда должен двигаться данный вот Particle System. Ну, и, собственно, все. На этом мы пока закончим. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова